Йоу! Всё верно! Вообще вы всё знаете, друзья, кто победит. А мы знаем, что мы наконец-таки подключаемся к трансляции на параллельном соло-вещательном канале StarLadder 10. Astralis Cloud9, Inferno, карта была известна заранее. Второй замечательный день этого самого турнира. Ну и, в общем-то, ничего неожиданного не произошло. Astralis выиграли пистолетную историю. Несётся со всех ног Глэйв на хелпус и в мультимейту. Быстрее торопится помогать девайсу. Но девайс пока что вне опасности. Бомба поставлена, уходит от этого сражения. Я понимаю, что не по шансам одному в двоих, в принципе, здесь ему сопротивляться. Ну и теперь посмотрим за ретейком. Ретейк, в принципе, будет. Astralis всё понимает. Тозиционка их соперника, ну, уже, скажем так, подотпущена. Некоторое количество гранат сохраняется. Последний смачок потратили. Это ещё 18 секунд, ну, в принципе, безбедного существования, как для себя считал девайс, отгораживая глубокую позицию в пленте. Ну, а вот, конечно, начинаются проблемы. И это убивание в этом канале. Мы сегодня спейсов, к сожалению, для меня не увидим. Зато вторая игра у нас будет как раз-таки воодушевляющая. Это будет... Игра НИП против Astralis. Так, ну, пока смотрим. За шестым раундом достаточно меньше. Это здесь, опять же, в надежде на какие-то ошибки своих соперников. Но Astralis подобного рода упасть не допускать особо не хотят. Ну и... Опять же, на большинстве выезжают. То есть, вот, попытка затянуть соперника в долгую вязкую. Доминация и сила при нерастерянной форме Astralis заставляют букмекеров делать такие именно предикшены. Но, как вы видите, игра... Но пока не очень получается. Минусует Глэйва. Добиваются все-таки некоторого преимущества для себя Клоднайн. Уже в планте у них осталось всего лишь две. Точки опоры для их соперников справляются. Справляются девайс, но вот дальше, опять же, начинаются... Чудеса! Не могу, друзья, обсервить я что-то вообще... Не очень мне понятно, как это здесь все сделать. Но в паузе я все настрою для себя комфортно. И фраги все-таки мы будем ловить посредством нажатия моих волшебных пальчиков на очень пластмассовые кнопки клавиатуры. Пока... Пока как есть. Кзипекс один. И, опять же, страдает точка А. То есть, выигранный раунд предыдущий был и дырку четким снайпером. Четкий снайпер на позиции есть. Но автодиректор решает, что никакого фрага здесь замеса не будет. Уводит наш взгляд от него. С другой позиции уже скадудл. Как раз-таки Николай нашел на смещенной позиции в библиотеке. Ну и вот это приобретение может, опять же, сослужить злую службу Астралис. В планете четко находится один Дюпри. В поддержку ему есть балкон. Это Метова. Ну да. Пошел к Зипекс. Два фрага от него. Тут особо Дюпри даже не понадобился. Мэджиск наливает еще один фраг вдобавочку. И Флюша новобранец. Один против всех. Давайте, наверное, за ним посмотрим. Ситуация очевидна для него. Точнее, позиция очевидна для его соперников. И... Ну, Флюшу... Флюшу пытается за кошмарить. Флюша не так прост. Флюша видит голову. И все-таки выцепляет ее через краешек балкончика. Балкончика открывает для себя вторую позицию. Где третья? Вот и третья. Ехала, да? И Electronic об этом в интервью сказал. И игроки отмечали, что не смогли справиться с собой после неудачи. То Астралис могли попасть в такую же яму, да? То есть тут ты проигрываешь финал или выиграешь финал? Равноценно. На хайпе, на позитиве. Вы результаты. Поэтому пока что первая половина уходит под контроль Астралис. Ну, а у Cloud9 абсолютно как бы другая история. У них пока что нет экономики. И даже не за что зацепиться. То есть два удачных раунда на точку А. Но с легкими помарочками от игроков датской пятерки. Ну, попытка прорыва базы. Здесь пропуш с маки не работает. Контролился он. Но зато бомба будет уже в тачдаун. Не на гробах. И красиво лежим. Кто там говорил не трогать автодиректор? Он искусствоведческий автодиректор. Не пойдет красивый план пока что. Ну, вот не находит момента, как будет делать команда Астралис. 3-take 4 в 4. Кстати, где девайс? Кзипикс. Абсолютно непонятно, почему он до сих пор не подобран игроками Cloud9. Где погиб? Где погиб Кзипикс? Ой, тут и спина приходит. И начинаются такие просто заместные проблемы. Что? На подъеме американского контрстрайка. Американская именно пятерка. Ну, там севера или южная, да, американская уже. Посмотрим. С канадцами, с бразильцами или без. Сейчас... Ну, как бы работать здесь сейчас в перспективу и незачем. То есть именно на этом составе, на этом пути развития. Но все равно. Все равно сдаваться, конечно, никто здесь не намерен. Очередное давление, кстати, на базу А. Торан и маневр удается. И за получение преимущества в виде плюс одного выжившего игрока уже около 1. Есть плент под контролем. И звено базы Б отказывается от сопротивления, капитулируя просто-напросто в обратном направлении от активных событий этого раунда. Честно, 300, почитайте Зоника. То есть, ну, понятное дело, что логистика, шоферы были все подсчитаны. Опять же, то есть все абсолютно. Но так и есть. Ну, если я опять же ничего не путаю. Ну, пока ничего не путает команда Cloud9 в выборе плента Б себе под прицел. И вот они лежат, бравые парни, которые эту точку обороняли. И теперь оставшиеся парни, которые ее не обороняли, соответственно, и логично находясь на точке А, туда уже не пойдут. В замес. Опять же, четкий датский сейв, но располовиненный, назовем это так. Мэтрис не выживает. Остается последний господин Дюпри. Но Дюпри... Дюпри в библиотеке. За счетов они этой команды не обладают. То есть они выиграют сейчас раунды не раундами будущего дня. То есть это не будущее они показывают. Не лучшие тенденции Counter-Strike образца 2019 года. Это обычные раунды, заходы. Вот пошел Аутематик. У него есть понимание, что он клево стреляет. Это понимание он реализует в минус к Зиппикса. Но особо сопротивляться там, опять же, было нечем. Только пистолеты на руках у датской пятерки. Все, точка Б под контролем. Можно разбирать мангал или собирать мангал. Стелить ковер, разливать напитки. В общем, никакой угрозы уже оставшиеся соперники в виде Дюпри и Мэджиска не представляют. Оу-оу-оу-оу-оу! Зараж меня полностью. Что во второй половине борьбу они своим соперникам стоят. Будет Девайс на раундке, будет вторая смерть с Хаешки. Зиппикс на этот раз. До этого Глейв. А вот и Девайс. И уже трое трехочковых бойцов у Астралис. Вырастут баскетболистом. Иго-го-го-го. Но жестко бомбят. Вот работа с гранатами, конечно, у коллектива Астралис это то... То, за чем стоит наблюдать. Там где-то я, кстати, читал статистику, что там, по-моему, более тысячи урона. Или десяти тысяч урона. То есть какая-то дикая абсолютно цифра по мажору была у Астралис. Они нанесли... Ну вот урона как раз таки с Хаешек. Ну с Хаешек, наверное, с Молотовых как-то считалось. То есть где-то такая инфа промелькнулась. То есть дичайшая просто цифра, и Астралис были в этом плане лучшей командой. Но по факту они были лучшей командой и на мажоре. И третьим звене он проходит на банан. И сейчас будет Бомбити, выпуская своих двоих соперников. Точнее тиммейт. Так, флешечка. Хорошая на крышу. Смачок стандартный. Глэйв пошел. Тиммейт дорабатывают хедшотами. И на базе Б более никакого сопротивления не присутствует. Глэйв молодец. Тиммейты красавчики. Астралис, если ничего суперважного какого-то... Не случится в ретейке Клоуд Найн, но выглядит так, что уже и не случится. Че-то... Сорян, мы влипли. Оп. Все, все теперь нормализовалось. Но пока мы смотрели за смаком, в общем... Вот прикрытием этой дымовой завесы Астралис все пистолеты у своих соперников из рук забрали. И базу Б отжали. Так. Ну и посмотрите, что с гранатами у атаки. То есть осталось только вот тютелька в тютельку на один единственный заход. Но здесь пытаются Астралис, кстати, минимизировать какие-то... За счет неожиданного мува. Минимизировать проблемы и зайти прям... Настолько это соперника неожидаемо. И уже подходя только лишь на шорт, начинают бомбить позицию на... Ну, за стенкой на больших песках. Дефолт играет Клоуд Найн, и он работает. Глубь лунта на втором ящике, позиция за стенкой. И пока что работает. Два в четыре. С Котудл спине у шорта. Торопится. Когда стреляют, он идет. Когда не стреляют, он стоит. И под этот... Аккомпанемент, да, стрельбы. Уже врезается в 100-1-1 в флэч. Но, тем не менее, Девайс его перестреливает. Шух! Зато я могу сделать вот так. Навести флэшку Девайса. В ответочку прилетела не менее шикарная флэшка. Но не спасает. Тут все флэшоны. Но, тем не менее, фраги сыпятся по-прежнему в копилку Астралис. И от Клауд Найн остается... Золотой человек. Золотой ты мой человек. Гол. Ну вот, что ему делать? Дигл вроде бы, кстати, попадает. Он, кстати, и жестко по Девайсу. Но это не хедшот. Пытается найти момент. Не отпустить Девайса. Из этой позиции. Но Девайсу помогает тиммейт, пробрасывая молотов с большинства. Для датчан начинается транс. А здесь 2 снайперс выпадки. Выпад эмочки Голдена. Выпад с Кадутла. И последний Глейв. Нюк там. Оооо. Вот это будет жестко. Вот это будет поворот, конечно. Ну тогда в любом случае оставайтесь. Не в любом случае, а тогда тем более оставайтесь. Нюк, Астралис и НИП. Это будет что-то с чем-то. Будем с вами, конечно, в будущем не очень хочется. Ну, это момент крутой. Но с Кадутл не менее крутой. Хороший обсервер. Обсервер бог. Спасибо, друзья. Принимаю ваши пожертвования. Фонд своей работы. Чтобы улучшаться. Ну, не могу я обсервить. Тут настройки не мои стоят. На второй игре все будет клево. Поверьте. Пока что... Пока что как есть. Так, ну и что? Бомба несется на управление базы Б. Попытка растяжки. Прошибочка рада. Такая неплохая была. А вот позицию на кропах никто не чекает. Глейв в опасности был. На некоторый момент времени к зипик сразу рулил. Отлично. Подсейвил. Своего бомб-керри. И хелпу сбривает. И гробы сбривает. И теперь большинство уже для Астралис. И маневр сработал. Вот они трое с точки А. Только теперь подходят. Причем однофронтальное выбивание. Что всегда приводит к не самым... Ну, положительным результатам. В плане того, что в одну сторону нужно игрокам на бомбе смотреть. То есть никаких проблем у Дюпри не будет. Из-за того, что она здесь без особой работы. Еще и создает момент давления перекрестного огня. Перекрестный огонь работает. Последний раш. Раш. Тоже прекрасно знает. То есть вот... Ну, размотать снайперскую винтовку и эмочку. Эмочку уже, кстати, размотали. Это то, что нужно. Не достигая позиции плента. Да что ж такое. Мы ничего вообще не ловим. Ну, почти поймали фраг от Скадудла. 2-3. Скадудл набрасывает. Молик. Молик горит. Скадудл не горит. Нормально все вообще? Зипекс просто в яме Скадудл. Его, походу, задетектили. Теряет тиммейт. Остается последним. Тащи. Не тащи. Продолжение следует.